МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал «Варяг» в эфире программы «Оперативная сводка». В студии я, Ирина Водчиц. Сегодня в выпуске вы увидите бывшего замдиректора одной из спортивных школ Пинска будут судить за взятки. В Пинске муж избил жену до смерти. Трагедия на Пинск-Древе. На фанерке погиб 38-летний рабочий. В органах прокуратуры работа по разрешению обращений граждан и юридических лиц занимает значительное место в общем объеме работы. Только за минувший год Пинской межрайонной прокуратурой было рассмотрено более тысячи таких обращений и жалоб. В целях восстановления нарушенных прав и законных интересов граждане и юридические лица обращаются в Пинскую межрайонную прокуратуру. В 2017 году в прокуратуру поступило 1117 таких обращений. Прием граждан ежедневно ведется по графику всеми прокурорскими работниками с 8 до 13 часов и с 14 до 20 часов. 563 обращения было разрешено прокурорскими работниками, 440 было направлено в другие организации, города и района в связи с компетенцией для рассмотрения по существу. Из этих 500 обращений всего признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме. 21 обращение, 20 обращений удовлетворено частично. Нарушения законодательства об обращениях граждан были установлены прокуратурой в ходе проведенных проверок в поселковьях сельских исполнительных комитетах Пинского района, ООО «Пинск райагросервис», Кубинская районная ЖКХ, ОАО «Логишин» и других организациях города и района. В целях устранения и недопущения в будущем аналогичных нарушений законодательства об обращениях граждан-руководителям указанных организаций, прокурорам внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры по устранению нарушений. Кроме того, виновные должностные лица официально предупреждены прокурором о недопустимости повторного нарушения требований законодательства об обращении граждан. В качестве примера нарушения сроков рассмотрения обращения могу привести такой пример. Прокуратура поступила заявление в соответствии с требованиями законодательства, так как разрешение данного вопроса относилось к компетенции других органов. Было направлено в Пинский райисполком с контролем. Жители обращались с одного из населенных пунктов Пинского района по вопросу принятия в эксплуатацию самовольного заведенного строения. И вот данный вопрос, как потом было установлено прокуратурой, разрешался очень долгое время, что повлекло за собой очередное обращение прокуратуры. Соответственно, должностным лицам Пинского райисполкома было объявлено официальное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства. И дано поручение о том, чтобы данное обращение было разрешено в полном объеме. И дан ответ им граждан. В минувшем 2017 году Пинской межрайонной прокуратурой в рамках надзора за исполнением законодательства об обращении граждан принесено 11 протестов. В ней несено 2 представления, вынесено 8 предписаний. Три лица привлечены к административной ответственности, объявлены 12 официальных предупреждений. А также направлено 3 исковых заявления в суд. В Пинском районе произошло ДТП. Житель Барановичей, управляя грузовиком, уснул за рулем и врезался в автобус. Несколько пассажиров автобуса получили легкие телесные повреждения из-за разбитого во время столкновения стекла. Подробности произошедшего нам рассказали в отделении ГАИ Пинского РОВД. Произошла авария на автодороге М-10 Гомель-Кобрин возле деревни Новый Двор. Пострадавшие – сотрудники детского реабилитационно-оздоровительного центра «Светанок» в Пинском районе. Они ехали на работу в служебном автобусе. Данное транспортное происшествие произошло 23 января текущего года около 8 часов утра. Водитель автомобиля ИВЭКа, двигаясь по автодороге М-10 Гомель-Кобрин со стороны города Минска в направлении города Пинска, устал за рулем, уснул, не справился с управлением и выехал на полстречное движение, где совершил касательное столкновение с движущимся на встречное направление автобусом, в котором ехали люди на работу. В результате столкновения в автобусе разбилось стекло и 8 пассажиров были травмированы осколками. Пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в больницу в Пинск. Вскоре все они были отпущены домой. Хотелось бы отметить, что данное ДТП произошло, как я уже ранее говорил, по вине водителя ИВЭКа, который уснул за рулем. Уснул, потому как, я думаю, что было несоблюдено правило режима труда и отдыха. Водитель около часа ночи выехал из города Минска, вез сюда кондитерские изделия, естественно, был уставшим, уснул за рулем. Как отметил наш собеседник, сегодня все чаще в сводках фигурируют ДТП, совершенные водителями, которые долгое время находятся за рулем. Сотрудники ГАИ совместно с транспортной инспекцией в ближайшее время начнут проводить рейды, дабы взять данные правонарушения на контроль. Пинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора спортивно-детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Пинчанка, ранее занимавшая руководящую должность, обвиняется в хищении путем злопотребления служебными полномочиями и получении взятки. В материалах дело значится, что экземдиректора совершала коррупционное преступление, понимая, что приступает к черту закона. Данная история берет начало в 2011 году. Пользуясь ненадлежащим контролем со стороны руководителя спортивного учреждения и должностных лиц отдела образования Пинского госполкома, женщина на протяжении нескольких лет совершала хищение и брала взятки. В 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении одного уже из бывших заместителей директора спортивного учреждения города Пинска за совершение ряда коррупционных преступлений, а именно хищение путем злопотребления служебными полномочиями, а также получение взятки. Преступления совершались на протяжении довольно-таки длительного периода времени, шести лет, а именно с 2011 по 2017 год. Обвиняемая вменяется в вину то, что она, будучи осведомленной о наличии у двух тренеров преподавателей неиспользованных частей учебной нагрузки, подлежащих оплате, незаконно включала их в списки учета для начисления заработной платы. Впоследствии тренеры передавали ей по ее же требованию половину незаконно полученных денежных средств. Общий ущерб от противоправной деятельности составил более 2000 белорусских рублей. На имущество обвиняемой наложен арест, к ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В Пинской межрайонной прокуратуре в суд также направлены иски о взыскании с обвиняемой суммы причиненного ею ущерба. Кроме того, во втором полугодии 2017 года в Пинской межрайонной прокуратуре были проведены проверки еще в двух спортивных учреждениях города Пинска. В ходе данных проверок были также установлены нарушения со стороны должностных лиц спортивных учреждений, в частности, отсутствия надлежащего контроля за соблюдением работниками, а также тренерами-преподавателями трудовой дисциплины. Всего за 2017 год на территории города Пинска выявлено и зарегистрировано 107 экономических коррупционных преступлений. Из них 75 относятся к категории тяжких и особо тяжких. В 2016 году таких преступлений было на 11 меньше. Едва утихли разговоры о трагедии, которая произошла на предприятии 7 лет назад, как вновь зао-холдинговая компания «Пинск-Древ» оказалась в центре внимания средств массовой информации. На минувшей неделе там случилась новая беда. Во время работы на лущильном станке погиб 38-летний рабочий. Погибшему, как уже известно, было 38 лет. Проживал мужчина в Пинске, был женат, воспитывал детей. На Пинск-Древе работал лущильщиком шпона. 19 января 2018 года в Пинском международном отделе Следственного комитета поступило сообщение о том, что с предприятия общества с ограниченной ответственностью «Шперплат» закрытого акционерного общества холдинга компании «Пинс-Древ» по адресу город Пинск-Чуклай-1. При доставлении в Пинскую городскую больницу полученных телесных привеждений на рабочем месте скончался работник данного предприятия. Инцидент произошел примерно в 11.30. Мужчина должен был работать в ночную смену, но в этот день заменился. Согласно предварительной информации, во время работы на конвейере находился чурак, который лежал криво. По инструкции, для того, чтобы поправить бревно, работнику необходимо было выключить оборудование. Но этого он не сделал и зашел в рабочую зону центровочно-загрузочного устройства, что является прямым нарушением техники безопасности. Движущимися частями станка рабочий был смертельно травмирован и скончался по дороге в больницу. Была сформирована следственно-оперативная группа, состав которой, помимо следователей Пинского международного отдела, следственного комитета, экспертов-криминалистов Государственного комитета судебных экспертиз Пинского международного отдела, вошли также в состав сотрудники Пинской международной инспекции охраны труда. В ходе проведенных мероприятий, непосредственно работая на месте происшествия, были получены объяснения от работников предприятия, от должностных лиц. Была истребована нормативно-техническая документация, регламентирующая правила охраны безопасности труда. Были взяты записи камер наружного видеонаблюдения. Проведена иная работа, которая в своей совокупности позволит в последующем при проведении проверки сделать выводы об обстоятельствах смерти работника. В настоящее время неизвестно, в каком состоянии был погибший. Об этом можно будет говорить лишь после обнародования результата в медосвидетельствовании. Также будет установлено, что могло поспособствовать произошедшему. В ходе проведения настоящей проверки будут исследованы обстоятельства наличия либо отсутствия в действиях должностных лиц нарушений в части обеспечения безопасного правила охраны труда, по результатам которого будет дана оценка на предмет наличия либо отсутствия в действиях указанных должностных лиц признаков преступления, предсмотрен статьей 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящий момент, согласно предварительной версии, причиной смерти 38-летнего мужчины считается несоблюдение им техники безопасности на производстве. В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Пинска по статье «Убийство». Мужчина до смерти избил свою супругу. Что побудило пинчанина совершить столь жестокое преступление, узнавала наша съемочная группа. Это преступление было совершено накануне празднования Старого Нового года. Но вот только отметить праздник в добрых традициях у этой семьи не получилось. Между супругами разгорелся скандал из-за алкоголя. Женщина выпивала, тогда как ее супруг был крайне против подобного поведения. 13 января текущего года в Пинском межрайонном отделе Следственного комитета поступило сообщение о смерти женщины. Незамедлительно по указанному сообщению выбыла следственная оперативная группа, прибыв непосредственно на адрес. В ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения наружного осмотра трупа женщины, были установлены признаки, которые указывали на причине указанной женщины смерти в результате насильственных действий. На теле были обнаружены многочисленные кровоподтеки и ссадины головы. Как показала экспертиза, женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что тяжкое преступление было совершено супругом погибшей. В ходе ссоры мужчина избил жену, тем самым причинив ей травмы, несовместимые с жизнью. По горячим следам были установлены обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемое лицо было задержано по непосредственно возникшему подозреванию в совершении преступления. В ходе работы на месте происшествия следственной оперативной группы были допрошены ряд свидетелей. Установлено обстоятельства совершенного преступления. Обстоятельства предшествующего совершения преступления. Также было установлено, что между потерпевшей и подозреваемой в тот день произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений по мотивам, скажем так, потребления алкоголя. В отношении 46-летнего жителя Пинска было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. А это умышленное противоправное лишение жизни другого человека. Как отмечается в сообщении, оба фигуранта данного уголовного дела не работающие. У них есть несовершеннолетний ребенок, которого, к счастью, в тот злополучный день не было дома. С учетом тяжести совершенного преступления подозреваемый был задержан. На этом у нас все. Вы смотрели программу «Оперативная сводка». Берегите себя.